Друзья, всем привет! Вы на канале Import Cars. С вами я, Алексей Воронин. И у нас сегодня на обзоре Tesla Model 3 Performance. Model 3 была создана для того, чтобы популяризировать электрокары на весь мир компании Tesla. А Performance модель, скорее всего, для того, чтобы наказать шильдик AMG, M и RS. Так вот, давайте же в этом видеообзоре разберем, чем же уникальна эта заряженная электричка. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, друзья, давайте расставим все точки над E и проверим динамику Tesla Model 3 Performance, как она едет от 0 до 100. Все готовы. Три пассажира в автомобиле, куча техники, полбака электроэнергии. Стартую с одной педали. Ну, как бы 200 стрёмно, потому что закончилась дорога. Но 100 было, да? 180 было. Угу. Ну что, погнали? Раз, два, три. 100. 150. 180. И щеки, щеки в подбородок ушли. Друзья, ну как вы поняли, это не просто быстро, это ультра быстро. Это скорость, это показатели не просто спорткаров, а иногда даже суперкаров. Машин стоимостью сотни тысяч долларов. И это позволяет делать обычная вот такая вот маленькая машинка. В обычном городском режиме. Она может это делать много раз подряд. И ничего при этом вам не будет. Мало того, что для того, чтобы сделать этот результат, вам не нужно быть суперменом, спортсменом, пилотом Формулы-1. Вы просто нажимаете тапок в пол, и она вас уносит. Что показала вот эта вот разгонная динамика. Прошлый тест, когда мы делали на М4, с заявленными 4.1 до 100, мы так и не смогли добиться этих показателей. Потому что машина уходит боком, уходит юзом. Она, да, она эмоциональна. Она же шумит, гремит, рычит, шлифует. Ты просто, сердце у тебя бьется от того, что ты вот едешь 4.7 секунды или 4.5. Но здесь тебя просто сжимают в пол, и ты делаешь 3.5, 3.2, в зависимости от асфальта, мокрости, дорог. И офигеваешь. И это можно делать, пока батарейка не разрядится до полного нуля. Если вы будете искать. В интернете конкуренты Tesla Model 3, то вряд ли вы их найдете. А все потому, что это машина, которая относится к особому классу. И у нее просто нету их, этих конкурентов. Объясню. Самая близкая к этой модели, наверное, Nissan Leaf распространенный. Но эта машина реально ниже класса. Она, во-первых, стоит дешевле. В 2018 года Leaf, такой же, как и Tesla, будет стоить порядка 15-20 тысяч долларов. У нее меньше запас хода, до 200 километров. Когда эта мылышка едет 450 по паспорту, дальность хода. И, например, следующий ее конкурент будет Porsche Taycan. Который, ну, извините меня, пожалуйста, но уже совсем в другом классе. Стоит машина такая, порядка 140 тысяч долларов. Пушка, ракета, бомба, ну, как бы не сравнится. Данная модель была куплена с американского аукциона за 32 тысячи долларов. В Украине она может вам обойтись до 40. В частности, этот вариант был утопленник. Я очень скептически к ним отношусь, правда. И никогда не рекомендую клиентам покупать подобные автомобили. Потому что риск очень велик. Это реальная лотерея. Но клиент ее покупал осознанно. И он ее выиграл. Мало того, что Tesla делается из алюминия и, в принципе, коррозия не страшна. Он еще подошел к этому вопросу ответственно. Заказал проверку и вот вам, пожалуйста. Она обошлась порядка 35 тысяч баксов уже в Украине. За эту цену компания Tesla предлагала самую базовую версию. Она стоила в Америке 35. Такая базовая, самая простая машина с одним электромотором с минимальной батареей в Украине может вам обойтись в 25 тысяч баксов под ключ. Что интересно, то что существует также версия Long Range. Это практически такая же версия. Она не так быстро едет, как эта по заводу 3,2 секунды. На секунду больше. Но при этом она на 45 километров имеет большую дальность хода. При этом такие машины, как Long Range, местными кулибинами можно перепрограммировать и скинуть им одну секунду в разгоне. Естественно, конечно, она будет немножко с другими тормозными суппортами, как в этой машине стоят, и не такими дисками. Но, в принципе, если вы даже попробуете сравнить эту машину с бензиновыми конкурентами, такими как BMW M4, Audi RS или Mercedes AMG, вы увидите, что 2018 года они стоят раза в полтора дороже. Там 60-70 тысяч. И при этом далеко не каждый сможет реально выжать с них эту динамику, это ускорение, все эти гоночные характеристики, которые модель 3 Performance дает любому пользователю априори. Но самое главное отличие этой машины от ее конкурентов в том, что здесь просто неимоверное количество разных фич, удобных при использовании. Начнем с того, что это полноценная не просто мультимедиа-система, это компьютер, в котором можно даже на стояночке поиграть в игрушки. Здесь куча ассистентов. Здесь стоит система полностью обзора, 360 градусов активная во время езды, которая помогает вам так же, она вообще-то создана была для автопилота, но помогает вам так же не совершить какую-то глупую, нелепую ошибку. То есть она вас уведомляет о том, что вы очень там близко приближаетесь к какому-то транспорту, в каком-то тесном проезде она говорит о том, что там есть препятствия. Это все везде сопровождается вот здесь вот на этом дисплее вокруг машинки. Ты вообще в принципе едешь и думаешь, блин, она вот такая умная, она так вообще все это видит, такое ощущение, что за тобой подсматривает. Вокруг этой машины, то есть эта машина, она оснащена круговым обзором камеры, их тут 5 или 7 штук, тут еще вот одна здесь, спереди, сбоку в дверях, сзади, то есть как бы очень-очень мощно. Я еще в поворотниках, что-то, глядил. В поворотниках камеры. В поворотниках камеры, поэтому их 7, я же помню, что их было 7. И эти 7 камер, они просто вам дают вот максимальную картину обзора, то есть вы как на парковке ими можете воспользоваться и никуда не ввалиться, так и при езде, они вам просто очень сильно помогают. Вы можете настроить адаптивно, сколько там корпусов держать перед перед идущим транспортом. Вот сейчас, в частности, я протестирую автопилот, который есть также на Model S. Мы его тестировали. Включается он двойным нажатием. Вот, сейчас говорит, please keep your hands on the wheel. То есть типа, держи руки на руле. Но я не хочу этого делать. И у нас поворот. И, блядь, и она поворачивает. Смотрите, она поворачивает сама. Ну, стрёмно, конечно, это всё. Вот, говорит, положи руки, потому что типа, сейчас отключусь. Поэтому я буду послушным. Вот, реально, потом пищит и отключается. И говорит, всё, как бы, автопилот отключен. Типа, я ответственности за тебя не несу, ублюдок. Вот, но иногда прикольно как бы воспользоваться, когда ты хочешь отправить смс-ку или там позвонить, или что-то у тебя потерялось в салоне. Эргономика здесь по сравнению с Model S просто на высоте, ребята. Здесь, во-первых, сделано всё well-build, как говорят британцы. Очень хорошо сделано. Ни хрена не скрипит. Не вообще вот реально наваливал музыку, которая здесь стоит премиальная. Не репят динамики, ничего не поскрипывает. Даже на ямах. Даже с учётом того, что есть 20-й радиус колёс, 35-й профиль резины. Она очень хорошо сделана. Не нужно антискрип, не нужно антишум, который нужен был в Model S. Она дешевле, на порядок дешевле. И она доработана. Она вот, смотрите, как я сижу. Да? Я максимально комфортно себя здесь чувствую. Подлокотничек здесь. Слева, справа. Рулёчек регулируется в трёх проекциях. Вперёд-назад, всё электрическим образом. Нажимаю на кнопочку, пожалуйста, Quick Control. У меня тут steering wheel. И у меня вот джойстиком здесь вперёд, на себя, назад, вверх-вниз. Всё в режиме. Надо зеркала отрегулировать. Точно так же здесь. Минимизировано количество кнопок, что уже привычно Тесле. И всё выводится на контроль вот этих вот двух. По умолчанию левый джойстик регулирует громкость музыки, медиа-системы. Включается всё очень нативно. Буквально к машине можно привыкнуть за какую-то там считанные, не знаю, полдня катания. Вот. Включаю Play. И у меня уже с моего айфона играет музыка. Классно. Ну, мы её выключим для того, чтобы не мешать этому эфиру. То есть, очень круто всё сделано. Количество динамиков меня поражает. Я меломан. Мне нравится то, что они наконец-то здесь сделали. Премиальная музыка. Класс. Вообще вопросов никаких нет. Добавили баса. Нету этого пластикового звука, как у колоночки JBL. Всё достаточно комфортно. Прежде чем я начну обзор изнутри этого автомобиля, я хочу сказать, что здесь вообще не осталось натуральных материалов. Она полностью выполнена вся из экологических. В частности, на руле уже не осталось кожи. Это тоже кожзаменитель. И он неплохой на ощупь. То есть, тактильно мне приятно. Вот. Единственное, что мне не понравилось здесь, это, конечно, по-прежнему они не делают перфорированный кожзаменитель на сиденьях, от которого потеют ноги и спина за целый день. Правда, уже некомфортно. Вентиляции, следовательно, тоже нет. Зато есть подогрев. И все те ребята, кто не смотрел наш обзор Tesla S85D, который мы недавно выпустили, обязательно пойдите его и посмотрите. Там весь тот перечень недочетов, которые меня вот реально хейтил. Вот Tesla как в таковой. Я лично ставлю за интерьер, за дизайнерский интерьер этого автомобиля, за оформление 5 баллов, за те материалы, которые тут используются, и то говняное качество, как это сделано, с учетом всех этих скрипов, вот этих вот, вот этих вот, блядь, скрипов, которые вот даже вот здесь вот они скрипят. Этот люк едет и скрипит нам целый день. За исполнение я ставлю 2 балла. Я не верю, что в Америке нету нормальных роботов, я не говорю про людей, которые могут собрать это с хорошим, адекватным качеством, то, как это делают те же немцы, в той же Америке, на BMW серии X или любой другой марк. В троечке это все устранили, несмотря на то, что это модель младшего класса, по сравнению с S, здесь реально все доработано, допилено так, как это надо. Она уже не скрипит, даже когда наваливаешь музыку. Вот эта вот консоль, наконец-то, она уже в штате доступна, то есть вот прикольно, как бы привычно, прикольно. Сюда можно поставить подстаканники, наконец-то, для того, чтобы чай, кофе купить. Есть куча всяких отделов, для того, чтобы положить телефоны, там или портмоне, или еще штуки всякие. Они трансформируются. Колхозом, конечно, был нанесен этот вот типа а-ля карбон. Это пленочка, не обращайте внимания, это не завод, но, в общем-то, его можно удалить. Подлокотник прикольный, на своем месте не скрипит, поднимается, вытаскивается, трансформируется. Очень добротно все сделано. Есть еще здесь очень интересный мультимедийный экран, который не смотрит на меня, а куда-то туда в салон для кого-то. Я его не могу на себя повернуть, хотя мне очень бы этого хотелось. В частности, вот представьте себе, еду я за рулем такой, и хочу вот дотянуться до него, мне придется привставать. Да, из него все, вот можно, вот всем полностью можно управлять, но, ну, как бы неудобно. Немножечко не на своем месте. Убрали приборную панель, я теперь не вижу здесь показателей скорости, и также не хватает здесь проекционного дисплея. Ну, окей, если вы уже сюда убрали этот вот экран, поставьте, пожалуйста, проектор. Не сделали. Это то, что я бы добавил. В остальном тачка доработана, как по мне, вообще вот, очень достойно. Теперь немножечко хейта. Ключ. С завода он не идет. В комплекте дается такая пластиковая карточка, можно поставить мобильное приложение. Ну, come on, guys. Мне это вообще не КЛС. Для того, чтобы эту машину открыть, недостаточно подойти и вот что-то вот так сделать, или закрыть. Мне нужно ее приложить вот сюда. И как бы открыться она тоже вам не позволит. И даже так она не позволит вам открыться. Тут нужно иметь руку краба, демонстрирую, для того, чтобы ее открыть. А что если у меня вообще, как бы, ну вот честно, за целый день съемки мы устали. А если руки вообще вот заняты, я там с пакетом, с чем-то в руках, да, как мне ее приловчиться? Ну, это я уже приловчился. Ладно, это как бы так красиво выглядит. Но какого черта она не вылазит? В эске она вылазила. Что здесь? Ну, сделайте ее уже наружней. Опять же, представьте себе, я в супермаркете, у меня два пакета. Не открывается. Что мне нужно сделать? Бросить пакеты, нажать на кнопку, и... открыть это все руками. Положить пакеты, ударить за головой об эту штуку, и тоже закрыть руками. Ну, guys, come on, ну неужели нельзя сделать кнопочку, там, пик, да, там, как сейчас-то, пик-пик-пик, делается даже там на, блин, BMW 3-й серии, на Audi A4. Вот эта вот функция. Ну, неужели тут датчик нельзя поставить? Она же тут видит этой камерой, что я подошел. Она же должна понимать, что я с ключом, я там, типа, алло, помоги мне. Не, нифига. Зато она вот как-то очень дерзко реагирует на вот эту штуку, которая, кстати, я не знаю, как закрыть снаружи, так и не нашел. Только из салона. Также демонстрирую про передний багажник. Который тоже открывается только с салона. То есть, как бы, если ты хочешь что-то туда положить, то тебе нужно сначала все поставить на улице, зайти в салон, открыть, потом подойти сюда, открыть еще раз, потом взять эти сумки, еще раз их положить, потом взять, их закрыть, закрыть. Заебись. бардачок. А, ну и финальный аккорд. Бардачок. Смотри. Предположим, у меня там, не знаю, жизненно важные таблетки. Нифига. Пока у меня нет ключа, я его не смогу открыть. Нужно зайти, нужно зайти в центральное меню и нажать вот эту кнопку. То есть, в принципе, это секьюрно, безопасно. Но, если я ребенок, или я там, человек, сидящий на боковом сидении, а владелец ушел с ключом куда-нибудь, то открыть его не получится. Потому что, как только я выхожу с ключом из машины, вот этот весь дисплей гаснет. Как бы, в эске была кнопочка, которая открывала его. В чем проблема его было сделать здесь? Я не понимаю этой логики. Правда. Может быть, она есть. Объясните, пишите в комментариях, что вы думаете. Ребят, как и обещал, подъехали сейчас к Ивану, компания доктор Илан. Ребята занимаются прошивкой Тесл, в частности, программированием, всякими функциями. Вот сейчас как раз Иван нам расскажет, чем они конкретно занимаются и какие фичи можно сделать. для этих малышек. Привет еще раз. Привет. Меня зовут Иван и мы с ребятами занимаемся, как правильно сказали, всеми работами по программному обеспечению, но только в рамках бренда Тесла. Что можно сделать, в частности, вот с троечками, такая как эта и ее подобными братьями, старшим и младшим? Ну, если говорить о данной конфигурации, перформансе, то мы можем в американской версии, которая на сегодняшний день в Украине процентов 90, наверное, сделать европейскую навигацию, LTE-модемы, в общем, все, что касается, все, что вы видите на экране. Если говорить о машине, о младшей сестре, скажем, перформанс, это Long Range Dual Motor, то ее можно превратить в перформанс чисто по мозгам, потому что... То есть прошивкой? Да, да, потому что по железу эти автомобили... Вот прошили вы машину, что она добавляет? Помимо заводских в 4-3 секунды в Long Range Dual, это будет 3,5 секунды, то есть практически на 20% машина будет быстрее. И самое главное, что это будет трек-мод, то есть возможность крутить машину вокруг передней оси, что большинству так нравится. То есть фактически у нее будет задний привод? Да, да. Временно, при включении, но важно, что это отличает систему стабилизации, это напрямую влияет на безопасность. Но... Как она будет обновляться? Обновляется при этом по воздуху, как и должна обновляться Tesla. То есть после наших работ все автомобили обязательно обновляются непосредственно в сервере Tesla. То есть она будет запрашивать данные, понимать себя как трек, как перформанс-модель, обновляться и посягивать все последние обновления уже как перформанс-версию? Да, да. Машина остается в сети Tesla и машина продолжает обновляться просто с сервера Tesla. Можешь рассказать подробнее, что такое трек-мод как он работает трек мод это заводская конфигурация блоков управления автомобилем которая позволяет включить на время передний мотор дать всю нагрузку на задние чтобы получился эффект и если я отвечаю что устойчиво конечно да букс можно короче давать это каула и как это наверно да супер класс давай это сделать давай попробуем очень не хотелось бы но все-таки придется добавить ложку дегтя в эту бочку вкусного меда я все это время хвалил model 3 по большей части но одного я до сих пор не могу понять какой логикой руководствовались производители этой модели когда самую топовую версию тройки performance который вот тут перед вами стоит из супер отличительных прелести и от меньших братьев поставили лишь только 20 колеса ну и тормозные суппорта вот простому обывателю вообще не понять что перед ним стоит почти суперкар который ей 3 2 секунды до сотен никакого отличительного супер там чего-то там каких-то порогов вообще здесь нет даже спойлера не добавили где где какой-то элемент спортивности какие-то диффузоры там бамперы передние задние обычная штатная тачка что уж тут говорить про ее скажем так соратников агрессоров и серии м4 или амг или там рез который просто ты смотришь а там дьявол воплоти стоит перед тобой он рычит там все вот сделано для того чтобы подчеркнуть их не мускулистость мощность стильности красивость уникальность того что ты купил все таки м-ку или резку или мг здесь ты покупаешь performance молодец волк во вещей шкуре перед вами если хочешь давай чисто для меня вот знаете так машина для айтишника который особо не хочет выеживаться но своим интеллектом может сверкнуть тогда когда надо так точно так же как эта машина когда нажимаешь тапок она уходит за горизонты и мало кто и сможет догнать но вот визуальная часть это не вообще никак не подтверждает подводя итоги друзья мои хочу сказать что действительно tesla model 3 стала самой продаваемой tesla за всю ее историю до сих пор ее бюджет вполне себе приемлем и она действительно впитала все то самое лучшее что было у ее старших братьев model s и x она последнее слово техники tesla она выпускается на самом последнем конвейере и скорее всего ее обогнать сможет только model y она толковая приятная она способна удивить даже в базовой комплектации ну наверно 80 процентов населения а остальные 20 процентов будут покорены performance почему-то мне кажется что за такими машинами уже не в первый раз все будущее автомобилестроение поэтому что тут сказать молодцы постарались круто замечательно лично я и ставлю лайк хотя тоже есть что улучшить над чем есть поработать пишите в комментариях что вы думаете об этом видео с вами был я алексей воронин на канале импорт карт до новых встреч друзья пока удачи удачи Продолжение следует...